И это действительно так, потому что остановиться не могу не только лишь я. Прозвучало как великая цитата, не хватает только слов в завтрашний день, но это правда, а остановиться не может Стеф. Это новости, у микрофона все тот же я, и сегодня мы вновь говорим о новостях, войнах, каре и многом другом, потому что без этого невозможно. Перед тем, как мы с вами кинем три в корзину этого выпуска, напомню вам, что поддержать свой любимый клуб, клубы от баскетбола до киберспорта и даже футбола, вы всегда можете в компании GGBet, где прямо сейчас при регистрации по ссылке в закрепленном комментарии и использовании моего промокода ТОПБАСКЕТ вы получаете плюс 200% бонусом на первый депозит. Ссылка и все подробности находятся в закрепе, а мы стартуем. Ну че, только вроде как мы с вами и говорили о Стефе, его уникальности, о том, как он бедолага в одно личико тащит на себе кривых косы Golden State, плюс еще и травму лодыжки получил в последнем поединке против Бостона, как сегодня им предстоял матч против Филадельфии. Команды, в которой находится один из претендентов на MVP текущего сезона, а.к.а. Джоэль Эмбид, команда, которая не просто так считается лидером Востока, ибо она на первой строчке в конференции находится, и команды, в которой, да, не было сегодня Бена Симмонса и Тобайса Хэрриса, что, конечно, очень сильно ослабляло офенсив и дефенсив 7 из шестых. Но, и давайте признаемся честно, у Golden State ситуация еще хлеще, отчего мы могли надеяться только лишь на то, что если Кури подрубит, опять же, пятую космическую со старта, то конкуренции в поединке быть. Если же нет, то до свидания. Короче, начинается матч с того, что из-за катастрофической обороны и наиглупейших ошибках на передачах, Golden State со старта получают рывок 12 к 0 за 3 минуты игрового времени от хозяев площадки, чем, само собой, провоцирует Кера брать ранний вытрезвительный тайм-аут. А, наверное, объяснять своей команде, всем, кроме Стефана Карри, что это не школьные соревнования, где прокатывают параллельные медленные передачи. Это типа NBA, и вообще-то мы боремся за место в плей-офф. После этого ситуация, честно говоря, улучшилась. Golden State вроде как успокоились в атаках, лучше стали играть в дефи, перестали лететь, сломя голову на Филадельфию, и стараться при этом изо всех сил и очень аккуратно доводить мяч до 30-го номера своей команды, который напоминал мне лично ситуацию сегодня, когда ты играешь, знаете, в 2K, и у тебя, типа, весь состав это какие-то бронзовые бичи, а Карри единственный с карточкой Galaxy Opal находится. И типа, как бы ты ни прожимал, с какой бы дистанции и в какой бы проход не захотел врываться, мяч по итогу все равно с Perfect Release окажется в кольце. Возможно, да, прозвучало это сейчас пиздец как казуально, но я реально не могу понять того, как Стефу удается вообще все это проворачивать. Против него никакая персональная оборона не срабатывает. По страховке его не пугали, так как после них тут же летит бэкдор и вход вообще в свободную зону. Про хендофф и скрины я, пожалуй, просто промолчу. На них Карри представляет еще большую угрозу, нежели на других комбинациях. Опасность от него исходит при малейшем промедлении соперника в обороне, и это сразу провоцирует его совершать бросок. По итогу от того раннего дефицита уже к концу первой четверти не остается и следа, а середина матча подводила черту таким образом, что ГСВ сравняли счет и готовились выйти в лидеры, давая полноценно понять хозяевам корта, что лидер их команды сегодня нихрена не удержим. Если что, так оно и получилось. Ключевой отрезок матча наступил практически под занавес четвертой 15-ти минутки, когда Карри влетает с двух ног на паркет и буквально испепеляет Филадельфию дальними бросками, где трешка справа под 45 после заслона даже на третий и четвертый раз подопечными Дока так и не была перекрыта. За что? А, они полноценно поплатились и получили плюс 12 только лишь от Степа. Во-вторых, именно этот момент и надломил их концовки, после чего они уже так яростно не сопротивлялись и по факту матч отдали. И В, Степу персонально это помогло опять же собрать целый джетпак из рекордов. Шесть матчей теперь у него в этом сезоне с 10 и более точными дальними имеется. По карьере таковых поединков 21. И, чтобы вы понимали, это рекорд настолько мощнейший, что максимум, что видала ранее история NBA, это пять матчей за всю карьеру, а у Карри их только шесть в этой регулярке. Во-вторых, Степ благодаря своей пятой сорокачковой игре стал абсолютным лидером в истории, кому удавалось в возрасте 33 лет и более выдавать подобный стрик. Простите, Коби и Майкл, но чуть-чуть подвинул вас с первых строчек Степчик. И это, на мой взгляд, неплохо. И в-третьих, вот вам доказательство того, что такое признание и самое настоящее уважение. Трибуны Филадельфии скандируют MVP. MVP парню, который наказал только что их команду. Это вам не соси в сторону Дюранта, это совершенно иное. К слову, в шоке сегодня были не только фанаты Филы и мы с вами, но и сам Стив Керр, который сказал, «Вот вы каждый раз меня спрашиваете, что я думаю об игре Стефана Карри, и что бы я ни сказал, это все не важно. Я просто хочу, чтобы это повторялось каждый вечер и не более. Сразу же скажу, что готовьтесь. В четверг вас ожидает, я уверен, разрыв цифрового шаблона, так как на паркете сойдутся Вашингтон с Голден Стейт. У Вашика, кстати, стрик из пяти поединков, и я думаю, что скоро мы об этом тоже поговорим. Стеф сойдется в матчапе с Брэдли Биллом, которого он сегодня обошел по очкам в сезоне. И давайте в комментариях пока что пофантазируем и предположим, с каким счетом и каким количеством рекордов завершится этот поединок. И двинем, в общем-то, дальше, предварительно, немножко посмотрев на статистику команды. Все правильно, это не что иное, как интеграция собственных социальных сетей, бездумная и беспощадная. Короче, если вы хотите узнать все самые свежие новости из мира баскетбола, то вам необходимо перейти по ссылкам в описании и подписаться на наш инстаграм, на нашу группу ВКонтакте. И если вы хотите посмотреть матчи NBA, то ссылочка на телегу тоже присутствует. А то что, они, получается, просто так ведутся, что ли? Да нет, конечно. Ссылки в описании, подпишитесь, мы ждем вас. Игра уровня плей-оффа ждала нас сегодня и в противостоянии между Фениксом с Милоки. Почему уровня плей-офф? Да все потому, что это был достаточно тяжелый баскетбол, с очень высоким уровнем защиты, что от одной команды, что от другой, с очень аккуратным при этом нападением и со своими игровыми и тактическими хитростями, где Феникс типично сделал ставку на более темповый баскетбол со своим уже излюбленным быстрым транзитным мяча на чужую половину, с большим количеством передач и выводом после них на бросок как Букера, так и Бриджа со Сейтаном. К слову, именно это позволило сегодня Пойнт Году выйти на пятую строчку в истории Лиги по отданным передачам, обойдя самого Мэджика Джонсона, с чем мы Пола можем только полноценно и поздравить. Ну а Бакс? Бакс были последовательны в своих действиях, опять же, начиная от обороны и заканчивая атакой. В дефе даже попытка Монти Уильямса спутать изначально немного карты Баду, выпустив вместо Краудера Шарича на площадку, не увенчалась успехом, так как растягивать особенно Дугу данным мувом не получилось, как к слову, и запускать атаки через самого Дарио. Плюс в нападении основная ставка большую часть поединка была сделана на транзишна Яниса именно под корзину, которому в матчапе против Эйтона удавалось практически все и всегда. 21 очко только лишь за первую половину набирает Грек, что позволило его коллективу не уходить в принципе в какой-либо дефицит, да и Миддлтон, Жру и даже редкими подключениями Лопеза в атаках тоже приносили свои плоды. Самая же интересная часть матча, как по мне, наступила с приходом конца третьей 12 минутки. Тут, во-первых, Баксу удается совершить рывок 10 к 2, что обеспечило им 8-очковое лидерство, и во-вторых, данная ситуация наконец-то немного раскачала встречу по части открытости в противостоянии, потому что Феникс начнет с этого момента чаще стараться атаковать издали, ну а не проигрывали, надо было как-то сокращать, да и Миддлтон проснется полноценно, что в общем-то обеспечит нам не менее яркую концовку в этом поединке, героем которой у Санс я бы однозначно назвал Криса Пола, так как его божественные, молниеносные и всегда в тайминг ассисты взвинтили темп команды до такой степени, что хозяева паркета в какой-то момент, похоже, даже и не поняли, что от их преимущества уже ничего не остается, а игра плавно перетекает в режим клатча. К слову, в основное время, несмотря на все старания Букера и Миддлтона разрешать как-то этот матч, у них ничего не вышло, и победителя мы выявить так и не смогли, отправляясь в допы. А вот уже в них история приобрела совершенно иной характер, так как это была игра исключительно вторых ролей, где со стороны Санс Миккел Бриджес в основном отвечал за набор очков на старте, забивая как с дальней, так и со средней, плюс очень круто отыгрывал в защите, а у Бакс старались отвечать этому парню изо всех сил, Такер, Конатан и Холиды, благодаря чему тот небольшой задел, что был у гостей на старте овертайма, был по итогу отыгран, и все вновь перешло к очной битве между Миддлтоном и Девином Букером, где последний, ну, наверное, оказался чуть хитрее, спровоцировав на себе фолы на исходе времени при равном счете. Кстати, скажите, был ли тут фол, по вашему мнению, или не был? Естественно, в комментариях, потому что сейчас это вызывает очень горячую дискуссию, ибо Такеру в этом эпизоде давали фол, а он, если присмотреться, вроде как и не фолил, даже стараясь, наоборот, руки от Девина убрать, что, по сути, и позволило Санс после этого эпизода выдрать победу зубами. Первый штрафной Девин попадает, второй же специальный смазывает, и на этом была поставлена точка. Не хватило, на мой взгляд, Милоки в концовке, опять же, Яниса, и скамейки, которая проиграла 27 к 39, что не могло, конечно, никак не отразиться на итоговом результате. Статистика команды и лучшие игроки глядят прямо на вас, а мы летим дальше. Сегодня я данный блок воткнул чуть в середочку, так как одни какие-то серые новости у нас витали в околобаскетбольном пространстве. Не, забавные были, но их было настолько мало, что я не стал их сюда добавлять, а добавил и в концовке, так как уходить надо с хорошим настроением. Ванесса Брайант, это если кто не знал, жена Коби, не стала, оказывается, продлевать соглашение мужа со свушим, и теперь вообще непонятно, что станет с брендом Коби в будущем. Вчера контракт истекал с Найки, и нового из официального сообщения самой Ванессы заключено так и не было, и причины, почему это произошло, нам, само собой, никто не называл. Возможно, конечно, что горевать особого смысла нет, и сейчас подсуетятся Адики, с которыми у Коби и был контракт самый первый, или кто-либо еще, но если вдруг случится так, что какой-то китайский гигант придет и просто предложит пачку за коллапс именем Коби, тут, я думаю, фанатов, и не только фанатов, это подорвет полноценно. Поэтому будем следить за ситуацией и вообще, к чему она нас может привести. Второе, стерлинга Брауна, а.к. разыгрывающего. Хьюстон Роккес вчера перед матчем с Майами при выходе из ночного клуба долбанули, оказывается, в конфликте с кем-то на улице по голове бутылкой. Прямо какое-то сумасшествие вообще происходит в последнее время с Хьюстоном. Это, как вы понимаете, без последствий не могло обойтись, как сообщают представители команды, несколько порезов есть на лице и голове стерлинга, но он, мол, в полном порядке, и вообще не по этой причине он не появился в игре, а потому что у него колено болит. Но теперь мы с вами знаем всю правду, да, колено, ну ладно. Че можно сказать, даже здесь наследие Хардена было беспросветно просрано, так как кому-то майки из обращения в стрепухи выводят, а кому-то бутылками головы вскрывают. Бывает. Третье. Старший сын Скотти Пиппина сегодня скончался в возрасте 33 лет. Сам Скотти сообщил об этом в социальных сетях, не называя причиной ухода своего сына из жизни, сказав только лишь то, что всю жизнь он боролся с хронической астмой и не более. Ну и, наконец, самая веселая встреча сегодняшнего вечера. Денвер Нагетс против Мемфиса. Давайте, только знаете, что сделаем? Сразу же отбросим желание разобраться во всех деталях этого поединка, потому что такие игры бессмысленно декодить. Они слишком зажигательные. Честно говорить, кроме как о Моренте, Йокиче, Бартоне, Жопе, Грэйсона, Алина и Факунда Кампатса, у меня желания не имеется. Джа. Настоящий и истинный главарь стая медведей. Сегодня он был неудержим, 36 очков плюс 12 ассистов на его счету оказалось по итогу, и его энергии в первой половине матча хватало сполна, чтобы помогать коллективу выйти на раннее лидерство и в дальнейшем поддерживать его полноценно. Да, тут важна составляющая еще и Дэнтони Мелтона, который заразился эффектом, походу, Стефана Карри, и на старте под те же самые 45 справа раз за разом наказывал ужасную оборону Наггетс, но если возвращаться к Моренту, этот парень, походу, пока не попытается через каждого игрока в лиге постерайзнуть, нихрена не успокоится. Да и первый овертайм, если что, он попытался выиграть вот таким вот броском. Похвально, конечно, и особенно было бы классно, если бы это состоялось, но, увы, ах, не случилось. Уилл Бартон. Именно он с уходом Мюррая, как по мне, занял его роль в команде по части поинто-создавателей, поинто-собирателя полноценно, так как сегодня очень часто вы могли видеть его совместные действия и атаки, запускаемые через скрины от Йокича, могли наблюдать классную игру от него в проходах, после которых он либо забивал самостоятельно, либо делал скидки, что на фоне имеющегося Гордона, конечно, сильно, особенно если мы посмотрим, сколько Гордон набрал. Два очка. Вау. 28 очков плюс 7 передач было доставлено от Бартона в копилку команды, что стало вторым по результативности, простите, результатом в данном матче. Ну и, наконец, главные герои Никола, Грейсон Аллен и Факунда Кампатца. Объединяют всех этих игроков сегодня концовочки, концовка основного времени, концовка первого овертайма, концовка второго овертайма. На исходе основы и после того, как Грейсон на тот момент накидал уже 22 очка, именно ему Морен доверяет затыкать сирену, но то ли выбегающий Йокич испугал Грейсона, то ли просто дрогнул рука, но мяч он этот фактически свободный, реализовать не сумел. И все перешло в овертайм. Далее эпизод под номером 2. Концовка первого овера, счет 125-122. Грейсон, красавчик, совершает перехват, летит на кольцо, получает обратную передачу и в быстром отрыве собирается увеличить преимущество своей команды, но опять Никола, опять эта техника сербской бесконтактной защиты имени Сергея Бутюка, и Ален не то, чтобы Данг не забивает, а еще и вот такое неожиданное спасение уходящего мяча от собственную задницу получает. Факун, да не зря, конечно, имеет прозащие Факу, потому что факает при любой возможности кого угодно и когда угодно. Красавец. Ну, че, он реально спас сегодня игру двумя подобными эпизодами. Ну и третий момент. Вот этот вот самый размен, который и приводит к фатальному пропуску броска Йокича на исходе времени и по факту приносит победу команде. Можно, конечно, долго спорить, кто конкретно виноват в данной ситуации. Я бы сказал, что Ксавер Тильман в виде, как проскальзывает Ален, должен был переключаться на Николу и не допускать как мисс матча, так и тем более такого провала, но, скорее всего, ребята не разобрались именно словесно и получили в итоге то, что получили. Сербское наказание. Да если мы посмотрим другие эпизоды, при которых была именно очная битва между Тильманом и Йокичем, то станет ясно, насколько сильна нехватка сегодня была Валенчуносом. И что как бы ни старался Ксавер защищаться, скиллов личных ему не хватало даже на то, чтобы в стратосферу не улетать от практически каждого фейкового броска центрового Денвера. Теперь о нем, о герое. Трое MVP, собрав сегодня линию из 47 очков и 15 подборов и 8 при этом ассистов, становится первым игроком после Хакима образца 96-го года, кому вообще удавалось сотворить нечто подобное. Не знаю как вы, а я лично хочу увидеть в битве за MVP Стефана и Николу. К тому же, раз уж я сказал о Стефе, опять, то сегодня даже сам великий Кенрик Перкинс извинился перед Стефом, написав все в Твиттере. Привет, Стеф, все, что я когда-либо говорил о тебе плохое, прошу прощения, Сэр. То, что ты делаешь на площадке, это игра в баскетбол, она выходит за рамки легендарной. Еще и эти 49 очков с победой. Я просто завидую тебе, потому что у тебя светлая кожа, а я нет. Тьфу, опять. Не, может я, конечно, что не понимаю, но Твиттер Перкинс это какой-то сборище цитат сумасшедшего, где на каждый подобный ход мысли ответить в принципе всегда можно вот такой вот гифкой и не более. Значит, из хорошего. Что еще можно сказать? Кевин Дюрант вроде как со своей травмой ничего серьезного не получил, по крайней мере сообщений от Бруклина никаких нет, и он продолжает свое путешествие с командой. Поэтому есть надежда на то, что скоро он появится в матче, как и Энтони Дэвис, который по слухам может вернуться уже даже в ближайшем матче против Далласа. Кстати, касаемо Бруклина я не сказал пару важных вещей. Джеймс Карден уже приступил к тренировкам и тоже, скорее всего, в ближайшем будущем появится на площадке, и что 27-м игроком в ротации Бруклин Нец может стать великий, как его назвали и выдающийся игрок Евролиги, и а.к.а. игрок бывшей ЦСКА, Майк Джеймс. Вчера были сообщения о том, что уже Бруклин вроде как согласовал с ним контракт, но на самом деле этого не произошло, потому что Вашингтон пост написал сегодня, что этого не было, и только сейчас все подходит к стадии договоренностей, поэтому ждем появления великого игрока Евролиги. И на этом все. Ставьте большой палец вверх, если выпуск вам зашел и понравился, подписка здесь уже оформлена. Всем удачи и всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok